Они чистили от снега дворы и проспекты, строили горки в детских садах, помогали ветеранам и одиноким пенсионерам. На треть зимних месяца 30 молодых людей стали бойцами трудового отряда СОЭК и трудились на благо родного города. Рабочая неделя длилась 5 дней по 2-3 часа. За свой труд бойцы получили из средств фонда СОЭК регионом по 3,5 тысячи рублей в месяц. Летом мы как ходили там на различные работы. В основном мы летом помогали городу, там ровняли газон, раскидывали землю. Ну вот зимой мы чистили снег, строили детям горки. Ну вот час вот мы последний месяц отработали, мы собирали этот мусор на улицах, которые, ну, самые видные. Я хочу на заработанные деньги купить игровую приставку Xbox 360. Хорошо потрудились, можно и отдохнуть. Подведение итогов зимнего сезона состоялось в музее заповедники Томская писаница. Такой подарок ребятам сделала компания СОЭК Кузбасс. Удивительно красива природа заповедника. 90% его территории занимает великолепный сосновый бор. Бойцы отряда побывали в первом в Сибири памятнике наскального искусства, в Шорско-Теллиутской деревне и часовне в честь святых Кирилла и Мефодия. Разнообразен животный мир в музее заповедника. В Томской писанице действует мини-зоопарк. Но самым, пожалуй, запоминающимся зрелищем стал ледоход на реке Томи. Особенно понравились животные. Козел Майкл Джексон. Еще кто? Лиса понравилась. Да, такое разностороннее образование. То есть узнаешь что-то новое о своем крае, о людях, которые здесь живут и о своем прошлом. Именно в этом удивительном месте прошло подведение итогов сезона. Пяти наиболее отличившихся бойцам были торжественно вручены сертификаты на приобретение одежды и спортинвентаря. Боксерскую грушу, допустим, какую-нибудь взять, наверное, или гантели. Но самое главное достижение. Практически все трудоотрядовцы, крепко сплотившиеся за зиму, выразили огромное желание работать и в следующих сезонах. В этом году будет ровно в два раза больше, чем в прошлом году. В прошлом году у нас отработало более 90 детишек в Ленинске и Кузнецком. В этом году добавляется еще одна территория. Напомним, что на организацию летнего трудового отряда фонд ЦУЭК регионам выделил более миллиона рублей. Финансирование зимнего отряда составило более 300 тысяч. Очередной летний трудоотряд ЦУЭК будет сформирован к июне 2014 года. Его честность в два раза превысит прошлогоднюю, а бойцы отряда уже будут работать в двух территориях – Ленинске-Кузнецком и Киселевске.